ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России резко сократилось число ДТП с участием нетрезвых водителей. По словам представителей ГИБДД, показатель за первые пять месяцев 2021 года снизился на 40%. Этому поспособствовал комплекс мер, включая сплошные проверки и отработку сигналов от неравнодушных граждан. Что касается пьяных за рулем, то их, судя по статистике, меньше не становится. В Кировской области, по информации госавтоинспекции, ежедневно задерживают 5-10 нетрезвых шоферов. Пик приходится на выходные несколько десятков. ТРАССА 101 Вступил в силу закон, позволяющий организовывать в городах так называемые «чистые зоны». В их отношении будет действовать ряд ограничений, в том числе запрет на въезд автотранспорта ниже определенного экологического класса. И это может стать огромной проблемой для большинства водителей, так как по официальным подсчетам у 70% зарегистрированных в России автомобилей экологический класс вообще отсутствует. ТРАССА 101 Молодым водителям могут запретить работать в такси. Речь идет о шоферах, чей стаж не превышает трех лет. С такой инициативой выступил руководитель ГИБДД Михаил Черников. Кроме того, по его словам, в скором времени появится электронная база данных, благодаря которой агрегаторы смогут проверять послужной список извозчиков. ТРАССА 101 Китайская Черри собирается продавать в России электромобили. В Поднебесной линейке электрокаров компании включает в себя семь экземпляров. Самый популярный из них – компактный хэтчбэк EQ1, стоимость которого в переводе на рубли составляет почти 570 тысяч. Машина оснащается 41-сильным электродвигателем. Запас хода – порядка 150 километров. На данный момент, добавлю, в нашей стране официально можно купить только один электромобиль китайского производства – Jack IE V7S. Цена вопроса – 2,5 миллиона рублей. ТРАССА 101 В подмосковном Зеленограде начали тестировать новую систему управления движением. Суть в том, что на одном из перекрестков установили светофор, который самостоятельно включает красный свет, если автомобили движутся с превышением скорости. Причем нарушение скоростного режима выявляется не с помощью камеры, а с помощью датчиков, установленных под асфальтом. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101